Светлана Светлана – одна из основательниц легендарной тюменской женской панк-группы «Белая горячка». В этом году у музыкантов юбилей. 20 лет на сцене. Стены неба, было ли небо? За два десятка лет в копилке группы выступления на разогреве перед концертом Юрия Шевчука, участия в российских рок-фестивалях, гастроли, видеоклипы. А началось все с внезапной встречи трех студенток с биологического, исторического и географического факультетов и журналистки, которая пришла на интервью к знакомому музыканту. Пришли девчонки, сказали, мы хотим играть, у них не было барабанщиц, я к ним присоединилась. Поначалу был бум, я на девятом месяце играла концерт, я на восьмом месяце ездила в Екатеринбург с Алисой уже. Представляете, на девятом отыграть. Потом у нас еще там создалась на их фоне еще одна группа ОЗТ, я играла с двумя группами, один концерт, нас там носили в берлоге вообще на руках. В общем, поначалу было все феерично. А потом группа «Белая горячка» ушла в длительный отпуск, у солисток появились мужья, дети, стало уже не до музыки. Вокалистка Татьяна посвятила себя науке и по сей день она работает учителем биологии в школе. Вообще в школе я не афиширую свое увлечение, но есть несколько, как сказать, учеников такого плана, которые сами могут где-то узнать, что-то выяснить. Кстати, по дороге на концерт Татьяна встретила учеников. Ребята не ожидали увидеть преподавателя биологии с гитарой в руке. Зато для гостей встреча эта картина привычна. На 20-летие группы подарок для друзей и поклонников – любимые песни. На юбилеи до горячки не дошло. Меньше панка, больше лирики. Это повод собраться. Мы редко видимся. Света сейчас уехала в Антогорск, ездить сюда редко. И для нас, как правило, это праздник. А тем более такая дата. Играем мы как бы так редко, но метко. Последний большой концерт группы был год назад. Тогда устроили полноценную панк-вечеринку с барабанами и гитарами. В планах собраться вновь и повторить. Пусть и через 10 лет. Возможно, это заразно. Страшно быть разной. Дарья Власова, Алексей Безделов, Александр Изосимов, Сибинформбюро.